Не просто так, но это заявление заполняется полностью с этими эквизитами. У тебя вообще нет ничего? Так, выключаем. Не забывайте, пожалуйста, выключать звук. Ну, я пока могу сказать о своем личном видении. Конечно же, предметный подход, он привычен и кажется логичным, что действительно повторяется структура науки. А вот целостный, ну, у меня вызывает сомнение, будет ли на самом деле целостным в итоге формироваться эта целостная картина мира при таком подходе, когда мы изучаем какие-то темы с разных, скажем так, точек зрения, а в итоге это все равно будут отдельные темы. Ну, мне кажется, есть такая опасность. Ну, вообще, если говорить философски, правда, наверное, где-то посередине, как всегда. Как всегда, да. Ну, потому что, ну, смотря на вообще в целом на весь этот слайд, и так, и так получаются крайности, что, как и вы уже говорили, не есть хорошо. И на практике получается, что слишком широкая специализация. Ну, я просто сначала пойду. И широкая специализация получается просто рассеивание внимания и знаний, и человеческих ресурсов. Узкая специализация приводит, наоборот, к тому, что за пределами своей специальности нет компетенции ответить на какие-либо простейшие вопросы. А это впоследствии может привести к ошибке, если мы, например, о производстве говорим. Потому что если один человек отвечает строго за свою какую-то отдельно конкретную часть, его сосед, грубо говоря, перепроверить не может. Потому что, ну, он посмотрит, да, там, похоже на то, а в итоге это просто приводит к каким-либо потерям. И материальным, и нематериальным, и прочим. Тоже бесплатное-платное образование – это вообще очень обширная тема, потому что у нас бесплатное – это хорошо. Но, например, какие-нибудь кружки, они и все равно платные, то тоже серединка получается. И то же самое с обязательным и добровольным, оно получается как вкупе в целом. То есть бесплатным и платным. Ну, и на счет, опять же, бесплатного-платного, ну, скажем, оно все равно кто-то за него платит. Государство за него платит, платит. Да, 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 конечно, конечно. Надо понимать, что бесплатное неизвозно, поберется оно с оплаченными, нашими налогами. А это там Кирилл Житников в чате ответил. Да, да. Просто смотря какая ступень, если базовое, оно получается в любом случае бесплатное, а уже выше, тогда вопрос, откуда брать деньги, чтобы платно образовываться. Тогда у человека должны быть какие-то базовые, закрытые потребности и возможности с бесплатного образования, чтобы он мог потом позволить себе платное. Например, так же, как и обязательное и добровольное. Ну, обязательное образование, конечно, безусловно, потому что без образования человек в современном мире особо-то и не выживет, скорее всего, если не брать какой-то племенной строй в глубоких лесах Африки. Хотя это тоже передача знаний происходит в любом случае, так или иначе. А у них, может быть, нет образования в полном смысле на обучение, это осуществляется. Да, конечно. А предметный и целостный пункт, безусловно, важный в современном образовании, поскольку из-за отсутствия связи предметов между друг другом, во-первых, ученикам тяжело переключаться сразу. Это, как по мне, уменьшает сильно качество образования, поскольку за условные 5-10 минут перемены даже с условной математики на условную физику трудно переключиться, несмотря на то, что это тоже технические науки условно одной области, если можно так назвать. Но вот единственный пункт, с которым я бы согласился полностью, что образовываться лучше в аудитории при непосредственном контакте. Потому что можно и опыты какие-нибудь провести, и вообще зрительный контакт, он всегда лучше, и сплочает коллектив, например. А это тоже важно. Ну, мы у себя смогли пережить высшие учебные заведения только потому, что группа работала сообща, поэтому... Вот, кстати, да, да, это действительно несла вправь, потому что я просто себе представил дистанционный бакалаврят, и, мягко говоря, если бы он у нас был дистанционный, мы бы точно многие не дожили бы. Ну, вот, как бы, в целом, поэтому, да, тут я тоже солидарен полностью. Ну, а какое-то... Скорее у нас проблемы в организ... Извиняюсь, что перебил, у нас скорее проблемы в организации дистанционного образования, потому что оно кажется более необязательным, и есть проблемы и контроля, и... Можно вот это найти, что сказать? Вот, его тоже можно выключить. Товарищи. А организация, это такой момент... Ну, как... Нет, конечно, дистанционное образование можно наладить на саму организацию. Ну, я просто конкретный пример приведу. Вот сейчас, в связи с замечением и прочими делами... Ну, если кто-то знает, может быть, из присутствующих компаний «Экспонент», она является дистрибьютором «Атлаб». И я напрямую сейчас общаюсь с людьми вот из этой компании. Я четыре раза туда пытался устроиться, и четыре раза меня не взяли. Кстати, Марина Древна, вопрос, почему меня не взяли? Вот, какие были полезные лекции по управлению персоналом, и как вы замечательно рассказывали про то, кто такие чары, и как я убедился, что какие-то они, в итоге, неквалифицированные специалисты. Я так рассказываю. Да, смотрите, и мы же на лекциях с вами, ну, извините, у нас тут дискуссия по прошлому году о управлении персоналом. Мне на лекциях рассказывалось, что я вам говорю там, как должно быть, как должна быть организованная работа с персоналом. А параллельно я вам тоже приводила примеры, как она на самом деле иногда организована. Вот, так вот, у них сейчас, они пускают аналог Макланд, потому что, ну, все, импортозамещение нужно прям требовать, потому что уже тяжело очень, как-то вот сюда, в Россию, закупать эти лицензии этого продукта. И вот они, хочу сказать, на самом деле сейчас, ну, у них есть такая концепция, как вот организовать обучение в вузах, вот ввести вот это вот, не просто именно замену ПО, да, у них есть такая, так называемая, образовательная платформа YouTube, они разрабатывают. И вот я хочу сказать, что идеи, которые там сейчас заложены, и даже на той реализации неокончательной, которая сейчас есть, вот, то есть там как-то организовать, то есть создать идею такого некоторого облачного пространства, где весьма просто установить контакт между, соответственно, твоим тьютером, и твое взаимодействие сводится даже не то, что вот к обычным вебинарам, да, а вот именно создание такой среды, где ты можешь прям вот постоянно обмениваться знанием, то есть система обмена знаний, вот, формируется там, и вот то, как в этой платформе эта организация пока сделана, да, знания, вот она, в принципе, могла бы выставить, ну, то есть она неплохой, скажу я так, прототип вот живого обмена на протяжении эндового времени, да, при выполнении каких-то заданий. Ну, и единственное, что она, конечно, требует доработки, да, и... Можно уточнить эту схему корпоративного обучения, да? Не совсем. Там как бы планируется все, и корпоративного обучения, так и на уровне вот именно студентов сделать. То есть, грубо говоря, идея-то в чем состоит? В том, что вот есть этот программный комплекс, ну, в частности, да, а вся образовательная платформа YouTube сводится к тому, что проверка работ, и тут же, помимо того, что студентам... Какой-то вообще зашел, нет, вообще нет. Я говорю, яйца есть? Так, не забывайте отключать звук, пожалуйста. Готовые лекции, ну, в том виде, в котором они там есть, ну, в качестве справки, да, как это вот а-ля было в Монтлаб, там есть вот именно замечательная вещь, вот, в режиме реального времени, то есть выполнение кода, ну, во всяком случае, да, я говорю там о некоторых технических работах, да, выполнение кода и написание студентами лабораторных работ прям вот конкретно в одном крипте, да, и конкретно в одном каком-то рабочем пространстве всегда ты можешь прям тут же на льду отслеживать, что делают, и давать какие-то необходимые комментарии вот сразу, да, и там все очень хорошо организовано в том, что если, например, ну, как составить ни одного там, да, двух, например, тьютеров у них вот было, они нам как-то показывали, два тьютера, и, например, вот группа есть из 15 человек, то быстро всегда получается, ну, то есть двух тьютеров вполне хватит на то, чтобы на 15 человек группу убрать и каким-то образом, ну, организовать вот это взаимодействие, поправлять, если потребуется и так далее и тому подобное, так что, короче, мне эта система понравилась, но хотя она, конечно, требует доработки, поэтому второе, вот аудитория дистанционная, да, конечно, аудиторию ничего не заметит, но в целом дистанционно можно организовать так, чтобы было удобно, вот. Ну, это процесс... А у них персонажи, да. Это процесс скорее итерационный, и, ну, по сути, как я, наверное, и сказал до этого, что где-то посередине что-то обязательно все равно останется в аудитории, какие-то или практические занятия, или, ну, те же лабораторные, смотря какие. Если это по программированию, то, конечно, дистанционно, там, с тьютором, как Александр их называет. То есть не Александр, это да, это есть такая тема. Да, если платформа позволяет, то, конечно, лекции, опять же. Лекции, ну, как у нас было дистанционное образование организовано, преподаватель, грубо говоря, особо и не нужно было присутствовать на лекции. Включил видео, все и так спят, молчат, смотрят материал. А у вас это где оно так было организовано? МГТУ имени Баумана. Полностью дистанционное образование так было организовано? Мне... Это пришлось в основном на ковид, потому что у нас до сих пор не прижились дистанционные лекции. То есть, ну, а в ковид было прям плохо. Несмотря на то, что быстро сорганизовали собственную платформу, которая называлась BigBlueButton. Вот. О-о-о! Это ужасно. Да. Да, наверное. В ковид это тема, нас, потому что на дистанционку в ковид буквально выстроили, никто не был к этому готов. Никто не понимал, как вообще работать. Поэтому как мы и так смогли? И получалось, что у нас часть, например, кто попродвинутее, создавали каналы в Дискорде. Преподаватели, ну, вероятно, с помощью аспирантов, у нас просто на кафедре уже к этому времени их было достаточное количество молодых и современных, поэтому смогли организоваться хотя бы через Дискорд. Там позволяло принимать большое количество человек, и файлами обмениваться, и прочий, прочий. Функционал, в принципе, удобный. Несмотря на то, что эта платформа, она не предполагалась как такая под обучение. Это же все-таки файлообменник, видео-аудио-чат для геймеров, и вот это вот все. Ну да, вон тут в чате тоже у нас Minecraft вспоминают. Непонятно, что там тоже занятия проводили. Да, экзамен вспомнил. Да. Ну вот, кстати, кроме шуток, в Майнкрафте, я немножко отвлекусь, разработчики же сделали, есть Educational Edition, который позволяет проводить в виртуальном формате всякого рода и физические опыты, и электротехники обучают детей на каком-то базовом примитивном уровне, но все равно это очень наглядно, химические какие-нибудь тоже опыты. И, ну, постольку-поскольку, когда среда позволяет, то в игровой форме это, конечно, как минимум для детей веселее и интереснее. Кстати, хорошее тоже замечание. Ну, а вот на мой взгляд, школьное образование однозначно только в аутории, все 11 классов, дистанционка, возможно, как дополнение какое-то. Вузыское образование, бакалавриат, мне кажется, тоже только дистанционно. Возможно, с краплениями, то есть дистанционно, это я оговорилась в аудитории, бакалавриат в аудитории, ну, с какими-то дополнениями, с краплениями в виде дистанционного образования. Потому что, как раньше уже было правильно вами сказано, что получение образования, учебы – это не только процесс, собственно, накопления знаний и навыков, это еще и социальная жизнь. И я всегда говорю студентам, которые вот так застали, что большая часть обучения пришлась на дистанционку, что, на мой взгляд, они много потеряли. Есть уже такое понятие, как студенческая жизнь, студенческая жизнь, налаживание связей, общение студенческое. У меня у самой до сих пор многие контакты сохранились с тех пор со студенческих времен. При дистанционном обучении, ну, тоже это возможно, но, на мой взгляд, не в той степени. Вот у нас сейчас с вами дистанционное обучение для аспирантура, особенно для непрофильных предметов аспирантура, мне кажется, вполне уместно. Ну, и скорее, ну, ниша будет, ну, на мой взгляд, так должно быть, от дистанционного образования мы сейчас никуда не уйдем, оно останется. Вопрос, в какой степени, какую нишу оно займет, и будет ли оно основным, как есть. Звучат иногда такие идеи, что да, давайте заменим реального учителя на цифровую его копию и реальные лекции на записи, как вы приводили, например, в бауминге. Было, что нету даже живой лекции с учителем, пусть это и она... Не-не-не, я, наверное, неправильно выразился. Лекция живая была, но большого смысла в ней не было, поскольку преподаватель просто зачитывал материал, условно, на микрофон, и, ну, по сути, это ничем не отличалось от предзаписанного видео. А, ну, смотрите, преподавателю ведь и в аудитории ничто не мешает начитать материал для аудитории. Идут справедливые замечания. Так что тут, да, вопросы больше... У меня на самом деле прям личная такая боль была на одном предмете. Я, к сожалению, даже не вспомню, как он точно назывался, потому что он был про конвейерные системы, и нам зачитывали материал со студы сбы, по сути. Просто преподаватель иногда комментировал, что ой, как они там плохо написали, а я там с этим не согласен, с этим не согласен. Это вот была проблема в подготовке учебного материала. А поскольку я с этими конвейерными системами уже успел столкнуться на работе, оказалось, что ответить по этим материалам на практический вопрос, который у меня возник, не представилось возможным. И вот у меня прям засела обида, можно так сказать. на такой подход. Ну, да, понятно. У всех у нас, наверное, есть травматичный опыт получения дистанционного образования, но преподаватели преподавания, опять же, в ковид это было вообще для всех неожиданно, совершенно не были к этому готовы, и буквально, ну, принудительно нас на эту систему перевели. Ну, и сейчас, ну, вот даже вот сейчас с вами, и магистранты у нас в Танкине дистанционно обучаются за исключением одного очного присутственного дня. Ну, система используется. Ну, повторяю, все-таки, на мой взгляд, не должна она полностью заменить очное образование. Опять же, зависит и от специальностей тоже. Я всегда спрашиваю, хотели бы вы учиться у медика, который обучался полностью дистанционно? Чирургу попасть, который дистанционно учился? Ну, вопрос. Но в виде дополнительного образования сейчас же много различных онлайн-курсов. Для повышения квалификации вполне это может использоваться. Вопрос, опять же, в форме, что это не должно быть просто с записью лекции, или, как мы привели пример, когда преподаватель начитывал без контакта с аудиторией. Все равно должен быть контакт, должны быть вот те самые тьютеры. Вопрос контроля тоже возникает, потому что дистанционно сейчас во многом воспринимается, ну, как некая халява, где контроля меньше, что-то там сдал вовоз, разместил, ну, и все. То есть нужно это отрабатывать. Сами материалы должны подаваться по-другому. Учебники электронные – это не то же самое, что бумажный учебник, они должны быть так же интерактивны, со ссылками, а не просто там вот тексты убили и читайте как обычную книгу. Ну, наверное, будет совершенствовать дистанционное образование, но еще раз повторю, мне бы не хотелось, чтобы оно заменило полностью аудиторное образование, а школы вообще это не будет. А мне так кажется, что в разрезе высшего и более высшего, простите, образования, это же еще зависит от занятости самих студентов. То есть, например, как мне кажется, было бы логично, условные первые два курса, они идут только очные, а потом уже, поскольку так или иначе люди обрастают контактами, там с помощью практики уже устраиваются на какую-то работу и прочее, и прочее, постепенно вводить больше дистанционного материала, потому что при полномочном образовании работать по специальности, не по специальности, без разницы, и получать практически опыт со своей работы, без которого тоже как бы... Куда ты нужен, если ты вышел с института и опыта у тебя никакого? Здесь бюджетно, да, да. А прочное образование не позволяет этот опыт получать, если ходить на все лекции, посещать все семинары и так далее и тому подобное. Все-таки вот какой-то комбинированный вариант, наверное, как мне кажется, более оптимальный. Ну, с учетом реалий, в этом и проблема, да, что реалии таковы, что заставляют буквально студенту работать, подрабатывать, потому что, ну, и прожить на типендию невозможно, кто на бюджете учится, и на шее у родителей уже к старшим курсам висеть не хочется, и опять же получение пресловутого опыта, без которого на работу действительно не устроишься. Но с другой стороны еще такой момент, что программы-то у нас каким образом составлены, что на первых курсах обычно идут то общееобразовательные дисциплины, та самая история, да, варианты истории, а профильные начинаются к старшим курсам. И вот тут получается, что дисциплины не профильные, общееобразовательные, ну, если вот вашу концепцию принять, изучаются в аудитории, а профильные на дистанционке. А я просто смотрю скорее со своей колокольни на этот вопрос, потому что у нас первые два курса были, как назвать, у нас полуэкспериментальная группа была под названием рабочая. У нас одна неделя были общеобразовательные предметы, там, и черчение условное, и такого рода, а вторая неделя у нас занимала так называемая практика. Мы приходили, у нас был кабинет над станками в отдельном корпусе, где мы писали материал по специальности, который уже на следующих курсах в принципе повторялся на различных предметах. То есть в принципе объединить и общееобразовательные, и профессиональные предметы по специальности возможность была на первых двух курсах. Просто студенты немножко умирали одну неделю, а вторую получалось как-то более расслаблено, потому что одна-две лекции в день. То есть идея понятна, но реализация немножечко так подхрабливается. Ну, экспериментально, потому что. Но смотрите, какие есть еще варианты, которые уже применяются. Может быть, вы слышали про так называемое перевернутое обучение или перевернутый класс, иногда так это называют. Ну, кстати, кто-то может и темы для доклада такого взять поподробнее рассказать. В чем суть? В том, что в традиционном обучении на лекции, на уроке, в аудитории, в классе дается теория. Учитель что-то рассказывает, педагог что-то объясняет. Лекция, но она и предназначена для изучения теоретического материала. А потом учащий получает домашнее задание. Ну, особенно в школе, в вузах тоже бывает домашнее задание. И это домашнее задание, оно, ну, в общем-то, в практической направленности обрабатывает, выполняет какие-то упражнения, решая задачи, применяет знания, полученные на лекции. А вот перевернутое обучение, ну, и потом, соответственно, возвращается в класс или в аудиторию, и преподаватель проверяет работу. А иногда просто сдает эту работу, если письменная работа, преподаватель у нее проверяет. А вот перевернутое обучение справится на том, что, наоборот, теорию изучаете дома. Теорию изучаете... Тут, возможно, разные варианты. Это могут быть и аудиолекции записанные, и короткие какие-то ролики по конкретным темам, и электронные учебники. И есть возможность, в чем считается плюс этого, есть возможность в своем темпе изучать, вернуться к какому-то материалу, потому что, ну, во время урока или лекции, если один раз преподавать, его произнес, ученик не понял, ну, все, остался этот материал непонятым, потому что большинство все-таки поленится потом в учебник заглянуть и еще раз перечитать. Здесь предполагается, что учащийся сам, как раз принцип активности, по-местному, реализуется. Как его замотивировать? А замотивирует следующим образом, что когда он приходит в аудиторию, он как раз решает практически задачи с принятием полученных знаний. И если он эти знания дома плохо изучил, теорию не понял, не доработал с теорией, то он не справится с этим практическим заданием. Ну, все равно встает, да, здесь вопрос мотивации, самоорганизации учащихся. Ну, вот такой еще подход есть, вот про перевернутое обучение или, как еще называют иногда, перевернутое классы, если хотите, кто-то может взять доклад. Ну, или в рамках рассмотрения современных федератических технологий этот метод тоже рассмотреть. Кто-то сталкивался с самоличным? Странно, что называется перевернутым. Ну, перевернутое имеется в виду, что в обычном образовании теория на уроке, а домашнее задание, то есть практика дома, как домашнее задание, а здесь, наоборот, теорию изучаете дома, а приходя в класс, уже применяете знания на практике, ставите лабораторные опыты или что-то еще, задачи решаете. Под неусыртым контролем учителя, как предполагается, то есть практика очна, а теорию изучаете дистанционно. Ну, вот так. Еще раз повторяю, сейчас система образования как раз нараспуча, на мой взгляд, и нащупываются новые какие-то методы, какие-то уже активно применяются. Вопрос в том, чтобы не разрушить тот фундамент, который есть. У нас же в России вообще бесконечная реформа. Сейчас мы очередной ожидаем, как я уже говорила, вот в связи с выходом из Балонского процесса. Ну, тут непонятно, во-первых, входили мы ли мы в этот процесс, это последнее, что хотелось бы с вами обсудить, что-то, знаете, про Балонский процесс, что это было? Да. Эта пирамида, в чат обратите внимание, ну, скажем так, она, насколько я читала, не имеет хорошей, наглядной картинкой, и интуитивно вроде бы с ней соглашаешься, ну, экспериментального доказательства не имеет. Ну, в общем-то, да. А мне просто попалось на Ютубе условно, о ней говорил, как его назвать-то, не ментор. В общем, человек учит говорить, вещать, как вести лекции, просто, ну, иногда попадается в рекомендациях. Мне она просто вспомнилась в контексте вот этого самого перевернутого образования, поскольку как получается сейчас при записи лекций, только успевай записывать обычно. Ну, зачастую просто очень быстро надиктовывают материал, и для его усвоения потом это все нужно обязательно перечитать или там переслушать, если кто-то очень хитрый с диктофоном приходит, но таких редко попадаются. И, ну, вспоминая как раз такие ситуации, эта пирамида так всплыла в памяти, потому что интуитивно, да, она, ну, в разрезе этого опыта обучения кажется логичной, если просто прослушать, потом перечитать, но главное, что она опускается все ниже в разрез обсуждения, демонстрации и применения, что тоже, в принципе, как по мне, имеет место быть. И имеет место быть, опять же, в контексте этого перевернутого образования, когда то, что дома прослушали, прочитали, желательно одновременно. много сервисов, кстати, сейчас возникает, которые позволяют одновременно и читать, и слушать книгу. Не знаю, насколько тоже это научно доказано и там оправдано со скоростью усвоения информации, но как вариант. И после того, несмотря на то, что ты это все прочитал и прослушал, это только 20%, а 75% это уже применить на этих самых практических занятиях или опытах или других активностях. Ну и там, заметьте, в фундаменте максимальный процент обучает других, когда вы сами выступаете как педагог, тьютер, наставник и обучаете других. Ну, начинаете создавать... С этим я сам неоднократно сталкивался, когда приходилось разобраться в каком-то процессе, а потом просто рассказать в частности, просто опять вернусь к командировке, у меня коллега английского не знал, и приходилось переводить. И одновременно с тем, когда прослушал, перевел, еще раз удостоверился, потом рассказал про что это, так сказать, обучил, то, конечно, в памяти оно все равно остается, отпечатывается гораздо сильнее, чем просто постоять, посмотреть и покивать. Конечно, у молодых начинающих представителей даже есть такая поговорка «Пока к лекции готовился, наконец-то сам материал понял, что собрался в нем». Ну, да. Но еще раз повторяю, я просто искала информацию, которая у меня достаточно популярная, но вот не нашла подтверждение, где-то прямо написано, что да, кто ее когда-то придумал, но вот об основании именно этих процентов, что именно такой процент экспериментально не подтверждено, но интуитивно, да, в общем, с этой храмидой соглашаешься. Спасибо всем за участие в сегодняшнем обсуждении. Саватеева, к сожалению, не успеваем, потому что там 15 минут, но рекомендую, кому интересно, кто такой Саватеев, если вы знаете, это доктор физмат-наук, профессор МПТИ, член-кор РАН, популяризатор, пропагандист науки и математики в первую очередь, и, ну, я бы сказала, такой хороший, очень оратор и пламенный трибун, даже так его можно назвать, который обличает проблемы современного образования, он очень резок в категоричных учреждениях, не совсем можно согласиться, кстати, можете взять за основу для доклада некоторые его идеи, давайте, может быть, сейчас даже выведу, у него есть прям интересные моменты, так, сейчас, где он тут у меня, вот тут прям мне странички специально открывала, допустим, что можете рассмотреть, на семинарах можем это тоже обсудить, подзавис у меня, подзавис у меня, так, напишите в чат, пожалуйста, а что написать? Ну, я могу ссылочку прикрепить в ИОС, вот манифест спасения массовой школы в России, любопытный документ, 12 страниц, вот, можете, опять же, для обсуждения на семинарах разобрать этот манифест с точки зрения, с чем вы согласны, не согласны, тут есть и спорные моменты, на мой взгляд, так, а, чат, любое интервью, просто список тем, ага, не очень поняла, о чем идет речь, а, фамилию сейчас, да, Саватеев, да, Минкульт, привет, это его канал, да, спасибо, Кирилл, да, Саватеев Алексей, вот, написал уже Кирилл вместо меня, Маткульт, это его даже такое фирменное приветствие, он в Думе выступал, это приветствие тоже звучало, вот еще, что мне у него нравится, как бы, там, опять же, меня подзависло, да что ж, какой-то, сейчас откроется страничка, вот этот перечень, 10 пунктов, обратите внимание, да, это, как он говорит, 10 самых разрушительных, вредных и утопических идей для массовой школы, но уточняет это с его субъективной точки зрения, идеи следующие, ну, тоже вопрос, как бы, дискуссионный, гуманизм, права ребенка, новые методики ведения уроков, имеется в виду, неопробированные, экспериментально, должным образом, индивидуальные траектории, модный сейчас термин, подушевое финансирование школ, то, что директор является, так называемым, эффективным менеджером, универсальные учебные действия, цифровые помощники, soft skills, тоже он их критикует, и говорит, нормальные soft skills, отрабатываются на нормальном уроке, ученик выходит к доске, должен ответить на вопросы, должен презентовать, какой-то материал, и это тоже отработка с тех самых soft skills, то есть не нужно это прям специально учить, и тем более образование, по его мнению, не должно быть направлено, как бы переориентировано с обучения нормальным навыкам, то, что называется hard skills в этой глассификации на вот эти soft skills. Так, ну и метапредметные навыки. Ну, тут мы согласимся, что без солидной предметной базы. Так, тут у вас сама дискуссия уже развивается. То есть вы тоже можете этим взять за основу, есть о чем поговорить, на семинарах к этому вернемся. Еще раз спасибо всем за сегодняшнее активное участие, спасибо всем, кто дожил до конца нашего занятия. Встречаемся через неделю, но там мы уже новую тему начнем, как я говорила, в основном будем про вопросы социальной психологии, общения, взаимодействия, говорить. Ну, вот следующая у нас тема психология группы. Если кто-то был на управлении инженерными командами в магистратуре, мы эту тему там рассматривали, ну, в общем, примерно в таком приключении будет лекция. Так, есть еще какие-то, у нас буквально там полторы минуты вопросы? Что-то еще? Спасибо вам тоже. Спасибо вам большое. Будет обсуждение повода группы, чтобы остались ребята. Что-что? Вы говорили в начале лекции, чтобы третья и вторая группа там осталась по поводу семинаров. Я уже сказала сейчас, что я посмотрела, что у нас не на следующей неделе семинары. Да, через неделю. Поэтому через неделю мы пока сами между собой распределитесь, а через неделю уже обсудим, кто выступает на первом семинаре, потому что у нас семинары не на следующей неделе. Вот я вижу, что у третьей группы четвертого декабря начинаются, а у второй двадцать девятого ноября, то есть это пока не следующая неделя. Я ошиблась. Поэтому пока я не понимаю. Ну, мы в Телеграме через Google таблицу вроде создали, и все, ребята нам создали. А, нации, да. Ну, собственно, в этом и речь, чтобы у нас не получилось так, что на первые семинары мы сегодня готовы. Об этом шла речь. О, хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok